Здарова, игроманьяки! С вами Джейсон, это канал TrueMoneyGames, игра от настоящих маньяков. И мы смотрим с вами сегодня Hitman, закрытое бета-тестирование. Игра доступна всем оформившим предзаказ в Steam или PS Story. Сама игра выходит 11 марта. Впервые в серии игр Hitman. Она будет выходить эпизодами, а не цельной игрой, единовременно. Конечно, вы сможете либо платить за каждый эпизод отдельно, либо купить полный комплект. Мне кажется, ребята просто не успевают выполнить работу по изготовке целостной игры. Поэтому решено было выпускать ее эпизодами. Наверное, сроки все-таки поджимают сдачи. В данной бете нам дадут поиграть только в Пролог. Где мы выйдем на секретной базе, где-то в Альпах что-то разузнавать или выяснять, или знакомиться с этим миром убийц. В общем, внимание на экран. Двадцатью годами ранее. Сорок седьмой во всей красе. Только что высаженный на вертолетную площадку, похожий на лысого из Бразерска, как принято нынче шутить. Конечно, во времена моей молодости мы так не воспринимали этого персонажа, мягко говоря. Что ж ты без шапки-то ходишь? Манжестик, это не так? Я Диана. Я тебя к вашим курсам. Та самая Диана, которая выдает нам контакты обычно. Видимо, наше личное знакомство впервые. Не смотря на то, что я включил субтитры, они не отображаются. Ну, в этом месте почему-то заставочка лагает. Мы играем субтитры на PlayStation 4. Мы играем субтитры на PlayStation 4. Мы играем субтитры на PlayStation 4. Я читал твой файл. Интересный работа. В частности, книжечки, но, я думаю, филд-работа никогда не существует. Скажи мне, что это было ощущение, принимать жизни? Размерно. Размерно. Это почему ты пришел сюда? Почему ты позволил нам тестировать тебя? Может быть, я не единственный, который тестировал. На какую-то тестовую площадку нас привели и дает нам время подготовиться. Задала ему такой вопрос, а что ты чувствуешь, когда отнимаешь жизни? Ты уверена об этом? Я уверена. Нет вторых возможностей, мисс Бернвуд. Не здесь. Я выбираю его. Можно я узнать, почему? Блэнк-слейт? Антисоциальный? Апатитальный и неправильный? Не уверен, что Бойшо будет предупреждать, но... Может быть, я вижу возможности, где другие видят лимитации. Это не то, что делается, сэр? Мы увидим. Кто-то может убить, мисс Бернвуд. Он еще не помнит ничего? Если он сделает, он не рассказывает. Мы проверим на его историю. Хоспитал в Румынии. В связи с тем, держите его под близким вниманием. Вы уверены насчет него, в общем? Ну, такой допрос с пристрастием. Ой, а нас будут тренировать. Сейчас. Наша цель. Никогда не играл в Хитмана на консоли. Все оружие доступно. И мы начинаем наши развлекушки. Ночной вор. Называется судно. Я думаю, что можно как-то, знаете, попасть на это судно. Побродив тут вокруг. Если попробовать открыть эту дверь. Так, у нас не хватает. Отмычки здесь стоит. Одинокий охранник. Но рядом с ним стоит еще парочку. Смена камеры. Какой-то мужик здесь. Возвращаться с машинами вряд ли. А что, если попробовать обойти их просто? Я бы на самом деле свистнул с перона и прошел бы там. Смотрите, здесь рабочий. Сален Тегдеон. Делаем захват. И легкое удушение. Перейдем в Механика. И куда-нибудь. Ну, правда, идем в туалете. Я, конечно, не буду. А чем мне это нужно? И мы в технической зоне можем пройти здесь. Так. Угроза. Убедитесь в том, что они вас не увидят. Да? Эй, мистер! Кто ты? Эй, мистер! У нас есть чутье, и чутье нам подсказывает, что наша цель находится где-то на этом уровне, в окружении. Как всегда, ключ к успеху операции это наблюдение. Мы видим, что у нашей цели есть охранник, и он периодически подходит. Травить я не могу, потому что у нас здесь, видите, стоит бармен, с которым я не могу побеседовать. Если бы я мог его как-то отвлечь. Бросать предметы! Да, вкусняшка? А, смысл мне кажется понятен. Ладно, ладно, дружок. Че ты? Че ты? Да че ты палишь-то? Ладно, оставь меня в покое, мужчины. Я понимаю, что ты как бы это, да? Я просто сделаю по-другому. Я переименуюсь с тебя. Окей. Необходимо механикам. Кабин-круса позволила уходить по-другому аксессу. Я вижу, что ты получаешь. Только неорфодокс. И мне нравится. А это мне нахрен не нужно. Куда утопал-то? Наверх. Дружище утопал наверх. А поскольку мы переоделись как раз-таки в члена команды, мы можем подняться выше. Я бы только понять, где здесь подъем наверх. Ладно, ребят. Спокойно, спокойно. Все у нас под контролем. Где наша цель? Наша цель там балдеет. Я думаю, что технология меня не любит. Это сигнал. Так. Он знает его команду. И мы можем быть обнаружены человеком, который работает за барной стойкой. У меня нет яда, чтобы отравить. И все же этот мужчина за нами следит. Я не знаю. 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 Он делает мою кожу. Причем как бегать здесь. Так. Я нашел бег. Как любопытно. Я не знаю. 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 ключ. Я не знаю. 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 чемоделем. Я не знаю. Или я могу спонтом исполнить свой фирменный. И все Просто можно было Выпендриться Да, он садится Бухать И на него падает эта штуковина Я думаю, выход где-то рядом А теперь нужно просто Выйти отсюда Выход в принципе рядом Я могу спокойно покинуть место происшествия Угроза Найти другой выход с яхты Ну и собственно говоря Миссия выполнена Я даже могу Выпендриться, да И переодеться В свой первоначальный наряд И вот так вот Не привлекая к тебе внимания Мы выполнили задание Конечно, можно было уронить на него тут Я даже не знаю, что это было Откуда ты знал? Я сказал, что он талантлив Рефлекты, умения Все это может быть результативно Нужно тренироваться Он может быть опасен Но этот Чего этот? Этот очень талантлив Дайте мне шанс Дайте мне шанс И ему дайте шанс Я беру полную ответственность Отлично Ну и нас хотят еще раз Прогнать по этой территории Но на этот раз Мы должны устранить цель Уже немножко по-другому Каким-нибудь другим способом Импровизируйте Изберите стратегию А мы посмотрим Берем мину Берем отмычку Берем три монеты И отправляемся в бой Направимся к той самой двери Которая мне изначально понравилась Но была закрыта Теперь у нас есть отмычка И мы можем ей воспользоваться Открываем дверь И проходим на закрытую территорию После чего мы видим охранника Который Стоит и курит Вырубаем генератор Чтобы прилечь его внимание И скрываемся здесь за углом Мужик не зря получает зарплату Мужик пошел проверять Что же произошло с генератором Я чуть запалился Но это не страшно Потому что я хотел его и так вырубить Теперь Перейдем с обохранника И тащим его к такой-то Вот сюда его спрячем Ну я просто поторопился Вы понимаете Подождав я лишнюю секунду У нас бы все получилось тихо Здесь мы видим опять же Кучу гаечных ключей И ящик Которым обычно Для нас Могут припасти оружие На уровне Если мы заплатим за него В начале миссии Ну как это обычно бывает А в этой комнате На нулевой палубе Мы Можем раздобыть крысиный яд Для чего нужен яд правильно Чтобы отравлять людей Или крыс Но все-таки наверное людей Здесь мне этот парень Вообще мне нравится Поэтому пока он стоит там Я обхожу все это дело здесь Могу подождать пока этот парень уйдет И он уйдет Могу даже за ним пойти Туалет мне не нужен Здесь есть какое-то помещение И что мы видим здесь Ни хрена не видим По хорошему мне нужно Получить доступ К Одежде Местного состава Вот Почему дверь сразу не закрывается Не очень понятно И это меня смущает Это форма Которую мы сейчас Переоденемся То есть команда Да Она менее заметна На этом уровне На верхнем уровне Она более заметна И для цели Она заметна Любая форма Заветна для цели Кроме полицейской Мне кажется А видите Он меня запалил Он меня подозревает Иди нахрен Слышь Голосок разряжен Ну что ты туалета занял И оставляй тебя в покое Мужик не кипишей Я не очень понимаю А чиньками пристали Чем надо Чудо капоса-то Пойду я наверх Они все ко мне пристают Я станьте Дай побегать Чудо капоса-то Продолжение следует... Этого никто не заметил? Серьезно? Не заметили, как я перед твоим носом отравил его напиток? Я сейчас вообще удивлен. Они мило беседуют, а крысиный яд медленно растворяется в его напитке. Но вопрос, какой же напиток он выпьет? А может быть, этот напиток выпьет его дама? Давай, давай, давай. Отлично, он взял бокал. Он выпил бокал. Крысиный действует сразу или нет? Да, сразу. Он собрался пойти. Он хочет... Он хочет облегчиться. То есть он не траванулся, он траванулся только до сортира. Замочил его в сортире. И тело можно спрятать. То есть сначала вызвал у него расстройство желудка, после чего проследовал в туалет. А тебя не смущает, что я... 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 Я просто... Да. О, у тебя отличная охрана, мужик. Я прям тебе завидую. Успел зайти за ним, утопить его. И только после этого... Выходить я буду низом, чтобы не запалиться. Отстает мне, мужик. Где у вас тут выход? А только после этого он стал охранять дверь. Просто меня удивляет. Ну и мы свободны с вами. Теперь дело, что хотим. Нас похвалит, я надеюсь. Сработано чисто, четко. Всех согласных я попрошу лишь ставить лайки и подписываться на канал Трумани Геймс. Миссия выполнена. Больше тренироваться... А, финальный тест. Давайте финальный. Я просто подогнал, Романья был в поле. Ты говоришь, что он льет? Место достаточно верно. Десерт. Но мы не найдем trace, что ваш человек был там. Или кто-то, по-моему. Кто-то убрал его степи. Мы продолжим губить, конечно. Но, верно, это как будто бы он его спал. Ты еще не определен? Это важно. Я был уверен, что там нет вторых шансов. Не вернешься на все, что ты слышишь, почему он лагает они будут наблюдать за ним последний тест серьезно экзамены не так сложные не только аэрфилд виртуал он добавил дополнительные гаады СОДАС хочет тебя он считает вред и так ваш успешный выход от программы он не вредил меня в эквазию и так финальный тест убить этого негодяя который является известным американским шахматистом который якобы шпионит для советского союза и мы пробираемся на базу вот так вот незаметнейшим образом подбираем монетку и ждем пока наши механики пройдут чуть подальше мы можем мы что-то можем надо его устранить чтобы он не слил нас с сбежать используя боевой самолет звучит говорит опасно так мы видим здесь пару солдат и смотрим пока солдат отходит мы выводим из строя вот этого бедного парня отдыхай переоделись и убираем тело встали и пошли взяли яд и изучили каратэ почему он отпускает тело да но это тоже не очень правильно когда ты хочешь как-то решить задачу оперативно он отпускает тело в тот момент когда нужно переодеться мне нужен гаечный ключ который лежит прямо здесь теперь можем здесь подкрутить немножко меня подозревают и вроде уже и не подозревают репермен может здесь ходить не откроешь так просто это что кирпич ха-ха-ха прикол ты как быстро так ушел то а ну-ка пойдем-ка я должен тебя сопроводить иди за мной кто-то кто-то меня все палит то механики что ли но есть мистер мэкинг а ты докопался короче а чё он там встал идешь я тут палит просто я поэтому бежал да мы поняли поняли давай залезай нам пора короче я там нам вместе придется с тобой до летать давай давай ступенька за ступеньки давай мужик step one strap yourself in okay all strapped in степ 2 locate the ejector seat yes found it степ 3 pull the ejector seat right here goes пока пока видать это никого не смутело я вас тут выход мужики да неожиданно произошло это все как ты вообще никто не планировал никто не мог предположить что такое произойдет ну что же делать надо бежать отсюда к чертовой матери пока пока выполнено поздравляю агент ты исполнил свой долг я думаю ты понимаешь что ты геннадис ты понимаешь что все сделал и че теперь и че теперь и че теперь вернешься в мир исчезнешь а когда ты нам будешь нужен мы выйдем на тебя и все да и и Ха-ха-ха. И он потерял. Он не может отмечать нас сейчас. Но я не могу верить, что мы его уничтожили в своем игре. Если ты знаешь твоего врага. Правильно. Я должен рассказать вам. Трайл уничтожил после Романины. У нас не нашли рекордов. Никакого имени. Никакого. Я думаю, что меня называли 47. Это... не имя. Так что сделай один. Пытались они нарыть на него какую-то инфу. Ничего не нашли. Кажется, меня называли 47. Но это же не имя. Ну, хоть какое-то имя. Ладно, агент 47. В общем, вот так вот это все выглядело. На мой взгляд, вот лично на мой взгляд, ну... Как-то... Ожидалось что-то большего, что ли? Графика так себе. Физика не особо отличается от предыдущих частей. Что-то, если было доработано, я бы не сказал на самом деле. Если только действительно вариации и взаимодействие с внешним миром. Здесь я увидел немалое количество багов. Здесь мне не понравилась физика выстрелов. И не понравилось звуковое оформление. Да и графика оставляет желать лучшего, в принципе. Но, несмотря на все это, 11 марта мы начнем с вами прохождение Hitman. Поэтому, подписывайтесь на канал Трумани Геймс. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи. И пока-пока.